Всем здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Катунь24. С вами я, их ведущий Антон Скаль. Вот главные темы к этому часу. В региональном правительстве уточнили порядок действия антиковидных ограничений. Изменения внесены в указ губернатора Алтайского края о мерах по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Все подробности в выпуске. Следственный комитет Алтайского края возбудил уголовное дело по факту гибели 80-летнего мужчины при пожаре. Об этом в материале наших корреспондентов. Порядок приема детей в школу изменился. Теперь зачисление в образовательные учреждения будет проходить не с 1 февраля, а с 1 апреля. 178 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрированы в Алтайском крае. По данным оперативного штаба выздоровели 194 пациента. Также зафиксировано 15 смертей, а 11 из них от коронавирусной инфекции. Всего же в крае 39 тысяч инфицированных, из них 35 тысяч выздоровели. 1600 человек с подтвержденным коронавирусом проходят лечение в госпиталях. Кроме того, 695 пациентов с подтвержденной вирусной пневмонией проходят лечение там же в ковидных госпиталях. По данным оперативного штаба тяжелобольных 360 пациентов. На аппаратах искусственной вентиляции легких – 99. В региональном правительстве уточнили порядок действия антиковидных ограничений. Изменения внесены в указ губернатора Алтайского края о мерах по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Согласно документу, по 6 марта продлен период самоизоляции для лиц старше 65 лет. Людям старшего поколения необходимо оставаться дома для снижения риска заражения инфекцией. Работающие пенсионеры могут оформить электронный листок нетрудоспособности удаленно. Тем не менее, в новом указе для людей старше 65 лет есть послабление. Теперь для них допускаются прогулки на свежем воздухе из-за исключения мест с массовым скоплением людей. В Алтайский край на этой неделе в рамках прививочной кампании от коронавируса дополнительно поступит порядка 15 тысяч доз вакцины. Об этом министр здравоохранения края Дмитрий Попов доложил на аппаратном совещании в правительстве края, которое провел губернатор Виктор Томенко. В пятницу и в воскресенье поступило 7 160 комплектов. Мы в пятницу и в субботу отработали с подведомственными учреждениями, распределили вакцину. Поэтому, скажем так, в крупные города, это опять-таки в первую очередь Барнаул, где мы 100% вакцины уже реализовали на прошлой неделе, в БИСК и в Славгород. Продолжается бесплатная выдача лекарств пациентам с подозрением на COVID-19, находящимся на амбулаторном лечении. Такие лекарственные комплексы получили почти 16 тысяч человек. Ужал из жизни бывший министр сельского хозяйства России, экс-председатель Алтайского краевого совета народных депутатов Александр Назарчук. Александру Григорьевичу был 81 год. По предварительным данным, причиной смерти Назарчука стало отравление угарным газом вследствие обмерзания дымохода в загородном доме его сына в поселке Солнечном. Так сообщили в прислужбе «Газпром» газораспределения Барнаул. Александр Назарчук родился в райцентре Романовского района в 1939 году. Окончил Алтайский сельскохозяйственный институт по специальности ученый-аграно. Кандидат биологических наук. С 1994 по 1996 год был министром сельского хозяйства России. С 1996 по 2008 год председателем Алтайского краевого совета народных депутатов. В августе 2019 года эксполитик признан почетным жителем Алтайского края. Прощение с Александром Назарчуком состоится 3 февраля с 10 утра до часу дня в здании парламентского центра по адресу Анатолия 81. Добавлю слова соболезнования, сказал председатель Алтайского краевого законодательного собрания Александр Романенко. Я скажу, что это не какой-то чиновник, который замкнут именно в такой производственной деятельности. Это человек публичный, это человек жизнерадостный. Это человек, который собственными руками до конца своих дней познавал работу на земле. Он лично занимался выращиванием и на своем приусадивном участке. Он не просто по производственной необходимости, а по мановению души встречался с нашими жителями, с сельскими, простыми жителями. Следственный комитет Алтайского края возбудил уголовное дело по факту гибели 80-летнего мужчины при пожаре. Возгорание частного дома произошло 30 января в переулке Ядренцево в Бурнауле. Уголовное дело завели по признакам преступления, предусмотренного статьей, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека. По данным следствия, днем 30 января этого года сотрудники аварийно-ремонтной службы ОАО «Алтай-Край-Газсервис», находясь в доме, расположенном в городе Бурнауле по переулку Ядренцево, не в полной мере выполнили комплекс лесарно-ремонтных работ по устранению неисправности газового оборудования. В результате действий сотрудников газовой службы произошел хлопок газовоздушной смеси и возгорания дома, повлекший смерть 80-летнего мужчины. Напомню, что в результате пожара в этом доме также пострадала женщина, у нее диагностировали ожоги. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступления. Расследование продолжается. В Краевой столице начали реконструкцию моста через Барнаулку на улице Челюскинцев. Движение на этом участке ограничили до ноября 2021 года. Работы ведут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Что подрядчикам предстоит сделать в ближайшие 9 месяцев, расскажет мой коллега Глеб Полянский. Мост находится на пересечении важных транспортных артерий Краевой столицы. Это улицы Челюскинцев, Загородная и Мамонтово. Здесь проходит большой объем автомобильного трафика, в том числе маршруты общественного транспорта и транзитные грузоперевозки. Перекрытие такого важного объекта инфраструктуры – непопулярная мера, но власти говорят, что дальше откладывать строительство нового моста нельзя. На самом деле мост аварийный. Мы понимаем, что будут определенные неудобства, так как улица Челюскинцев имеет у нас и транзитный пропуск транспорта. Поэтому в максимально сжатые сроки с подрядной организацией формируем сейчас график производства работ таким образом, чтобы подрядчик мог работать и в дневное, и в ночное время. Я думаю, что те сроки, которые контрактом у нас обозначены, это до 1 ноября месяца, можно будет подсократить. Работы выполнит Барнаульская ДСУ-4. Берег Барнаулки вблизи моста густо зарос кленами. Его расчистят, чтобы тяжелая техника смогла подъехать к сооружению. Предстоит переустройство инженерных сетей, полный демонтаж существующего моста и строительство нового, включая установку опор, балок, укладку асфальта, устройство тротуаров и монтаж освещения. Бурно-бедные сваи здесь диаметром полторы тысячи. Вместо существующих обычных забивных свай, соответственно, грузоподъемность увеличивается и пропускная способность. Также подрядчики выполнят и благоустройство. Мост, наконец, станет безопасным в современном понимании и сможет выдерживать возросшую транспортную нагрузку. Стоимость всех работ составит почти 88 миллионов рублей. На время реконструкции изменится схема движения автобусного маршрута номер 65, а для пешеходов рядом построят временный металлический пешеходный мост. А пока разрешено передвигаться по существующему основному. Результат работы подрядчиков барнаульцы и гости города увидят уже осенью. Глеб Полянский, Анатолий Фукс. Новости. Продолжаем выпуск. Порядок приема детей в школу изменился. Теперь зачисление в образовательных учреждениях будет проходить не с 1 февраля, как мы привыкли, а с 1 апреля. Новые требования касаются семей, которые проживают в микрорайоне школы, а также тех, кто пользуется льготами внеочередного или первоочередного зачисления. Прием заявлений от них завершится 30 июня. Родители могут подать заявление в различном формате. Это может быть заявление, поданное в школу путем электронной почты. Это может быть поданное в личном присутствии заявление. Это может быть заявление, которое передается почтовой связью, заказным письмом с уведомлением. Кроме того, родители могут воспользоваться функционалом региональных порталов государственных и муниципальных услуг. Если раньше школа должна была зачислить ребенка в течение недели после приема документов, то теперь распорядительный акт о приеме директор издает в течение трех рабочих дней после завершения приема документов. Для тех, кто будет обучаться не по месту жительства, срок приема документов с 6 июля по 5 сентября. 789 детей в Алтайском крае остались в прошлом году без попечения родителей. Отмечу, в 2019 году этот показатель был выше 877 детей этой категории, в 2018 году 879. Как сообщают в Министерстве образования и науки, ведомство активно работает над тем, чтобы на раннем этапе выявлять семьи, в которых родители представляют угрозу для жизни и здоровья ребенка. Благодаря комплексной работе риск лишения граждан родительских прав сводится к минимуму. Работа велась, так скажем, персонифицированно. В разрезе муниципалитета все смотрели и изучали, как же они поработали с той или иной семьей, и почему эта семья в итоге осталась либо в положении СОП, либо вообще, так скажем, перешла в разряд, из которой вышли дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения, либо меры в ее отношении оказались эффективными. Сильнее обстоятельств. Так называется общество для людей с редкими заболеваниями, основанное жителем Барнаула Екатериной Елемаевой. Его участники помогают друг другу бороться с болезнью. Екатерина Елемаева живет с редкой болезнью. Рассказывает, когда услышала свой диагноз, не знала, кому обратиться за советом. Тогда она стала публиковать в социальных сетях посты со словами «Ищу людей с редкими заболеваниями». Девушка подавала заявки на гранты для реализации социальных проектов. Первый выиграла в 2018 году на форуме АТР. Грант был дан на то, чтобы сделать выставку о людях в сильнее обстоятельствах, которые включают людей с редкими заболеваниями, людей с инвалидностью, которые социально активны у нас. Такой же целью было сделать видеоистории. В рамках проекта сняли уже 39 абсолютно разных историй. Съемки проходили в Рубцовске, Бийске, Заринске и Барнауле. После публикации первого видео к сообществу сразу присоединились три участника. Есть разные истории. Есть история слепого мальчика, который абсолютно ничего не видит и занимается легкой атлетикой и бегом. Он бегает на короткие дистанции, на скорость, и при этом абсолютно ничего не видит. Есть девочка, у которой нет возможности ходить, у которой не работают руки, но при этом она вышивает ногами и рисует. То есть это такие примеры, которые вдохновляют нас на счастливую полноценную жизнь. 28 февраля – Международный день редких заболеваний. В торгово-развлекательном центре «Гэлакси» состоится открытие второй фотовыставки проекта. На открытии будут приглашены все участники сообщества, а также люди, которые ему помогают. Юлия Шеламова, Денис Кузьменко. Новости. Жители Алтайского края, как и всех россиян, в феврале ждут праздничные выходные. Об этом сообщили в Роструде. В честь Дня Защитника Отечества нерабочие дни продлятся с воскресенья 21 февраля по вторник 23 числа. Таким образом, рабочая неделя сократится до трех дней. Длинные выходные стали возможным в связи с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу 20. Из-за этого на предпоследней неделе месяца работать придется шесть дней подряд. Но это еще не скоро. Что касается новостей, у меня пока все. Еще больше интересных фактов и событий вы можете найти на нашем сайте katuin24.ru, а также в наших группах в социальных сетях. Мы представлены везде. Что касается этого дня и его итоги, мы подведем вместе с вами в 20.30. Не переключайтесь. И помните, смотря телеканал katuin24, вы первыми узнаете о самых важных событиях в жизни нашего региона. Будьте здоровы, оставайтесь с нами.